друзья всем доброе утро субботнее кстати утро у нас сейчас так муж не уже принес водички покажу вам принес мне две баклажки водички отлично сходил уже магазинчик на базарчик купил голени таких шикарных помидорчика маслечко бублички для детей и хлебушек сейчас я буду готовить омлет вкусненький нам на завтрак покажу что из этого получилось вот такой огород и вот такой омлет получился красиво короче вот эти все пересмотрела там где они вот такие толстые получатся нигде никто не кладет соды я думала прикол весь в соде а прикол в чем один к одному молока кладется и в духовке запекается минут двадцать-тридцать я получился запеканка не запеканка это там где-то с творогом покормила мужа омлетом и отправила с лизочкой на пляж лиза помощница помогает мусор выносить далезом а мы в очередной раз идем на пляж во дворе вообще никого не так пишет ой солнце шпарит да вот солнышко ты думаешь сильно но мы будем надеяться что мы не сгорит только выпишешь ложка вспотела у нас так жарко сейчас придем сразу будем купаться да пока дойдешься какие-то горячие разгоряченные стройки у нас там огнем будет да ведь я как огонь да сегодня на пляжик очередной раз это выходной день сегодня вчера не пошли собирались вчера идти погода вот эта переменная начало поднялось давление начала болеть голова у меня это какое-то последнее время бывали и не пошли до вечера промучился потом подремал вечером уже как попустила уже тоже куда идти там 7 часов вечера это потому что я сказала что надо поспать ну да лизочка сказала папа поспи папа поспал и все хорошо я хотел тебя знаешь спросить хотел спросить у тебя детскую загадку на логику опять снимаешь да опять снимаю какая самая страшная река как ты думаешь в джунглях где хочешь можешь ответить в джунглях но я думаю в джунглях и она ее название как название какого-то зверя это поэтому она страшно есть предположение нет нет ну цвет похожий ну я думаю змея нет есть такая речка река тигр 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 змея змея что есть такая речка тигр нет мы в школе даже не проходили только речку или может быть море озеро рукав изучали в школе и все что за рукав ну прыg вновь предмет вспомнила Русло, да? Ну да, может быть. А как думаешь, плавать интересно? Ну, конечно. Все интересно, то, что делаешь первый раз. То, что что-то новое, оно все интересно. Хочешь это опознать. Ты занимаешься полностью, с головой ныряешь в это. Тебе становится очень интересно. Ты начинаешь узнавать все мелкие детали, как это все делать. Как это... Так же и плавать. Ты начинаешь пробовать, как не дышать, как делать эти движения. Потом ты вспомнил, как ты, когда поднимаешься с воды, сразу начинаешь глаза, нос стереть. Такая смешная. А знаешь, почему мне нравится учиться купаться? Нет, расскажи мне. Ну, потому что, когда я делаю все правильно, ты меня называешь уныцкой. Ну, правильно, конечно. А может, вот так пойдем? А мне так больше нравится. Как? Вот так, через песок. Нет, пойдем вот там, как мы тогда и ходили. Ну, так ближе. Надо... Там мы посмотрим заодно, как нам уже бойки, как действовать, куда нам идти. Понимаешь? Вот так уже вон пляж. Вон пляж. Можно зайти с этой стороны. Так нормально, смотрю, погребают песок. Песка было в два раза больше. Так, ну, идем, Лиза. Как ты хочешь, сюда идти, в эту сторону? Ладно, идем. У меня уже ноги все сгорели, господи. Все, идем сюда. С Лизой отдыхаем, кушаем бублики. Лиза играет как песк, я в минерин. Да, это откапывает руки, но я себе. Только что играли. Мы были на одном пляже, погуляли, перешли на другой. А здесь он такой более детский. Идешь, идешь долго, мелко, мелко. Лизе иногда даже неудобно. Она уже умеет нырять. Так же потусим тут чуть-чуть. Если что, перейдем обратно, там, где мы были, да? А вот видео, как Лиза ныряет, научилась плавать. Давай, Лиза. Лежим от родителей. Вот так. Андрюха Лизниченко здесь купается. Лиза, а теперь давай покажем. Иди сюда, Лизон. Как ты можешь лежать спокойно на спине. Ложись. Закинь голову чуть назад. Вот, Лиза лежит спокойно сама на спине. Плавать не умеет. Она спине спокойно лежит. Не только. Не паришься. Ага. Начала баловаться, улыбаться. И жопа утонула. У меня все нормально. Плавать сколько хочу и поймал. Да, Лизон? Короче, возвращаемся. Мы с пляжа накупались. Очень. Супер. Нанырялись. Встретили еще Лиза одного одноклассника Андрюху. Да? И одноклассницу. Ну, я думал, это лодка. Это кто-то на машине не может выехать. Или что там? Тарахтит. Короче, идем домой. Накупались. Объелись. Объелись. Даже живот болит. Да. Я у тебя спрашивал. Ну, Фнук или Наф-Нак. Ты говорил, нет, нет, нет. Да. Да я по телефону разговаривал. А, это такая шутка у тебя, да? Ты придумала такую шутку? Да. Хотите заново расскажу? Так надо подумать просто, когда смеяться после этой шутки. Давайте заново расскажу. Давай. Нуф-Наф или Наф-Наф? Нет. Наф-Наф или Нуф-Наф? Что именно? Кто? Наф-Наф или... Кто это говорит? Залейся, уйди по трубе. Это первый человек, номер один. А второй говорит, нет. Первый человек говорит, так Нуф-Наф или Наф-Наф? Второй человек говорит, нет. Ну и первый человек опять говорит, опять спрашивает, Нуф-Наф или Наф-Наф? Он говорит другому человеку, да. Понятно, что ничего. Так Нуф-Наф или Наф-Наф? Подожди. Это в шутке. Подожди. Что тебе надо? Я тебя спрашивал, Нуф-Наф или Наф-Наф? Ты говорил, да, нет, нет. Да я по телефону разговаривал. А, теперь я понял. Он ему спрашивал, Нуф-Наф, Наф-Наф. Тот говорил, да, да, нет, нет. А потом, оказывается, это он отвечал кому-то, да, да, нет, нет. Кому-то на телефон. Правильно визит? Угу. Да. А я думаю, что это за смешной такой у нее прикол. Нет, нет, да, да. Все, допер я. Как тебе сегодняшний наш поход на пляж? Вот просто прекрасно. Не, ну вот просто. Смотрите, какой тракторец. Этот тракторец тут таскает эти трубы. Горжавый. Да, горжавый, он рабочий, ты думаешь? Какие они? Рабочие, конечно. А вот этот трактор песок собирает в кучу. А есть еще один экскаватор, который грузит этот песок. И песок вывозится потом. И продают этот песок. Стройматериалы. Отводим. Как там машина задеет. Мы переключаемся. Ты что, серьезно? Да, все, мы уже идем домой. Накуда нагулялись. Лиза радуется, что если что, папа завтра купит ей новый попыт. Говорит, вместо пиццы. Ну я говорю, ну хорошо. Завтра для меня свершится то, что я хочу. Так что завтра не идем на пляж. Завтра не идем. Как завтра не идем? Ну ты же перед пляжем не можешь. А после пляжа магазин закрывается. Так, надо еще раз. До пляжа нет. Я потом найду на работу. Я где-то возвращаться буду. У меня встреча на 12 и на 3. Папа, ты даже не знаешь. Где-то часов 5 я буду. Ну посмотрим. Может быть я успею. И мы еще сходим на пляж. Может быть. На часик-полтора. Ну я хочу себе попытка коктейля. Хочу очень сильно. Вот я увидела, когда мы шли на пляж. Первый раз за это лето. Мы шли в какую-то сторону. И прошли к каким-то девушкам. Я типа у этой девушки увидела попытка коктейля. И он мне очень понравился. А еще мы там черепашку встретили. Помнишь? Да. Это нам... Ну конечно кормили ее листьями камышей. Но эти девушки сказали, что одна убежала. Крущичка эта... Ну это мы когда вместе с мамой были, да? Ну да. Понятно. Смотри. Смотри сколько... Какая ряска здесь. Ой. Смотри, смотри. Куча. О, крыска. Прикольно вообще. Первый раз вижу. Смотрите, смотрите, что творит. Смотрите, что творит. А шо это оно? Крыса ест хлеб. А вот еще одна. О, лариска. Ты представляешь? Да. А где та убежала? Куда-то туда убежала. Блин, та убежала, а эта убежала. Блин, какие-то они незаметные вообще. Ага. Незаметно такое дело. Пришли посмотреть на рязку. А вон она пришла. Оп, опять пришла. Опять пришла. Опять пришла ест. И та бежит, мелкая. Вторая. Да, не одинакового размера. Может быть. А, не, она немного меньше, чем вот эта, которая есть. Оп, тинь, 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 нычками, нычками бежит, бежит. Да, она, может быть, там ищет еду. Что это было? Ну, там где-то там пробирается втихаря. А вот эта едет хлеб втихаря. Вот так грызет себе нормально. Ага. Да? О, а вот и вторая вот. У меня так. Блин, прикольные такие. Класс. Ты могла вообще себе представить, что здесь такое водится, Лиза? Вообще нет. Я думала, если тут могут быть крысы, то они не тут в воде, а может быть, это тут в зарослях ходит, но не в воде. Угу. Вот тут вторая пошла. Они как будто бы просто на воде стоят. Я думала, они на воде стоят, а они на ветрах. А эта малая прыгает во все разные стороны. Ага, вот я ее вижу. Ой, какие там хорошие заросли красивые. Угу. Зеленая вода. Где-то она лазит. А та до сих пор ест хлеб. Ест. Позвала бы своего приятеля, поели бы вместе. Вот она там гнездо какое-то, она. Ой, все, уплывает хлеб. А еще нельзя взять хлеб. Прикольно, конечно. И дальше уплывает к своему зелёному. Вообще, природа, конечно, у нас здесь. Что там творится, смотрите, в воде? Что там за движняк? Кто там бегает по ней? Непонятно тоже. Ну, все зелёное. Там вот что-то впереди. Тут у нас и бобры водятся. О, побежала. Все-таки хочет как-то достать. И бобры, и... Бобров я вообще тут не видела. Не спугни, там бегают, это едят крысы. Кто там? Крыса тут? Да. Все, спугнул дядя крыс. А где вы видели? Поразбегались они. Она убежала, вон она хлеб ела. А что там? А уже нет никого. А был кто? Крыса. Это, конечно, прикол. Насчёт крысы. Видели, видели. Ну, такое, честно говоря, это первый раз. Да? Ай, моя. Только что это... Залез прямо туда, чуть не упал в воду. Ага, залез там паренёк ноги мыть. Ну, он немножко выпивший, как говорится, пьяного моря по колено. Смотрите, я тут видел и крысы, и мышь. Говорит, в детстве на плоту здесь катался. Так что всё равно ему. Ну, всё, такое у нас сегодня приключение было. Идём домой. Сейчас покушаем, покупаемся. И выйдем ещё на часик погулять. Да, Лиза? Ну, не на пляж. Да, во двор. Может быть. Всё. Всем пока-пока. Пока. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»